Слушай, ты представляешь себе, приходит ко мне сегодня дама, и вот значит я ей говорю, вы делайте упражнения, которые там есть в синхрогимнастике, те, которые вам нравятся, те, которые вы хотите делать по ходу. Ну, делайте там, например, какое-то упражнение. Там же их несколько, вот так вот, несколько, несколько примеров. А вы делайте и выбирайте то, что вам нравится. Она говорит, вы представляете, я привыкла делать то, что надо. А я говорю, а как то, что надо? Ну, говорит, ну, например, что сначала делать, что потом делать, я же всю жизнь делаю то, что надо делать. Вот в чём дело. А есть момент в жизни, когда надо преодолевать трудности, совершать какие-то напряжения для того, чтобы чего-то добиться, какого-то результата. А есть другая совершенно категория действия, которая называется «получить для этого энергию». Да, там совершенно другие принципы. А мы, взрослые, в отличие от детей, уже забыли, когда я хочу что-то и когда мне надо. И не могу отделить. Ну, взрослые люди так, они же воспитанные. И вот теперь как отделить надо от «хочу», чтобы быть свободным, как дети. Чтобы были свободными, мечтали, играли, делали что хотите, как дети. Вот учитесь у детей, будьте как дети и спасётесь. Так вот вопрос заключается в том, что многие люди потеряли вот эту разницу между тем, что хочу и что надо. Как только ты начинаешь что-то делать, вдруг начинаешь думать, правильно ты делаешь или неправильно делаешь. А как надо делать? Так вот, наш метод «ключ» даёт несколько разных вариантов, критерий подбора путём перебора по принципу минимального усилия в поиске самого комфортного действия. И когда ты начинаешь делать по этому принципу, ты вдруг начинаешь чувствовать разницу, где тебе труднее делать, где тебе легче делать, где приятнее. И у тебя появляется определённый камертон, система отчёта, когда ты уже всегда начинаешь понимать вот эту разницу «хочу» и «надо». И когда тебе надо накопить силы, переходишь из «надо» в «хочу», опять становишься как ребёнок. Поэтому ключ – это источник энергии для жизни, для восстановления, для поиска новых решений. Там всё, пока ты перебираешь эти разные приёмы, ты активизируешь поисковую и творческую активность мозга. И поэтому потом в жизни, чем бы ты ни занимался, каким бы делом ты ни занимался, или ты рисуешь, или ты занимаешься бизнесом, или ты готовишься к ответственной встрече, неважно, ты уже начинаешь по этому внутреннему навыку понимать, как лучше тебе что делать. И получать с меньшими усилиями большие результаты, потому что с большими усилиями, ну, любой дурак может.